Значит, дальше бронхи. Бронхи дают температуру, в отличие от легких, 39-40. Они связаны с территориальными конфликтами. Там тоже присутствует много страха, но там в том числе и присутствует тема территории. Территории. Что значит территории? Ну, вот мы животные территориальные, саркоидоз легких. Слушайте, саркоидоз легких, я примерно помню, что это такое. Это, по-моему, бакаловидные клетки там, да, страдают. Я могу, или муковисцидоз, бакаловидные клетки. Вы опишите это умное слово с содержанием, и мы с вами поразмышляем здесь. Вот. Потому что сходу не знаю. Бронхи связаны, как я уже сказал, обязательно присутствует страх, он обязательно там присутствует. Вот. Но и в то же время там есть территория. Причем, знаете, такая интересная Жильбер Рено, вот один из моих учителей, он рассуждает так. Так. Если, например, в территориальном конфликте... Ну, что такое территориальный конфликт? Ну, например, для ребенка территориальный конфликт – это когда вот тот же папа бьет маму, например, да. Это такой выраженный яркий территориальный конфликт. для взрослого территориальным конфликтом может быть например ребенок там чего-нибудь упал с какой-нибудь качели а вот ударился там потерял сознание на несколько секунд потом очнулся встал нормально все мама там заболела бронхитом жесточайшим там через на следующий ну там через пару дней но у нее и и ребенок это ее территория ее территориальный конфликт страх она ее территории сделать ничего не могу он беспомощный там вот это я одну такой жесткий вариант рассказы ну там ребенка не могла увидеть потерялся там потом нашла в соседнем дворе такие случаи были там заболела вот а баран болеют бронхитами постоянно споров с близкими но потому что не потому что не потому что так так много страха потому что в детстве у этих людей было очень много страха и как я вот вам привел пример мозг выбирает реагирование взяв перед взяв его из прошлого опыта поэтому много страха был в прошлом опыте и вот если есть такая интересная закономерность жильбера иного выделяет если больше как он больше территориальной проблемы то есть дележки территорий танзелит от немножко другая история танзелит это про слизистые уже носа это некая невыносимость я в гриппе про него скажу сейчас дойдем до гриппа я скажу про него муж был в армии мы с сыном жили у мамы все время не хотелось сбежать не классика вообще вообще типичная такая территориальная тема чем больше территории тем более вероятен бронхит а чем больше страха содержание страха страха больше чем территориальной проблемы испуга за жизнь страха то тогда с большей вероятностью будет ларингит ну еще есть мнение о том что бронхит это больше мальчиковая тема а ларингит это более женская тема но вот статистика такая медицинская она в этот в эту сторону не ведется но как-то пока не подтверждается непонятно вот есть такие мнения имейте ввиду то есть если у вас бронхит то значит там больше территориальные проблемы были как вот вы пишете пока жила с мамой было больше территории ребенок болел бронхитом ну потому что ребенок вашего вашей находится в вашем поле а вы ваши вы справились так сказать пережили его эти эмоции подкосили можно еще примеры территориальных ситуаций детских бронхитов детские бронхиты они запускаются либо страхом который ребенок переживает виде происходящие в семье либо вокруг либо там ребенок может напугаться а очнувшись там где-нибудь в темной комнате но до этого там нужно источник для до этого у него должна быть накатанная схема уже реагирование страхом это он от мамы берет вот она чаще всего друзья чаще всего примеры территориальных конфликтов вы спрашиваете чаще всего у мамы в отношениях с мужем с мужем со звикровью с кем-нибудь еще существуют незакрытые территориальные конфликты разгорающиеся снова и снова в результате ребенок не вылазит из бронхитов например жила мама с двумя сыновьями себе сих жила жила все нормально взрослые пацаны уже там девять пять лет по моему а потом берет и переезжает к своей маме поссорилась мужем или чё там переезжает к маме и начинается бронхиты один за одним у пацанов но в деле территорию с мамой но тяжело им там жить вот для пацанов это бабушка для для нее это мама с которой в общем-то она все детство была вот так на ножах и от которой сбежала вот и вернулась свое прошлое где невозможно защитить свою территорию вот а какие еще там территориальные конфликты могут быть которые могут запускать бронхиты если брать ребенка ребенок может напугаться чего-то там стой же кач вот кстати я когда перед тем к эфир запустите я открыл пост про кашель у меня там есть и смотрю там комментарии которые я не замечал мама приводит следующий пример можете найти прочитать я даже не успел ответить ребенок качался на качели девочка качалась на качели упала ударилась плакала а теперь внимание прибежала домой за поддержкой дома никого не оказалось ребенок оказался в своем горе один никого нету вот в результате но чистая территория то есть я одна на своей территории без защиты никого нету вот и там у нее даже по моему астма астма кстати это примерно та же тема про бронхит немножко сейчас она отличается я расскажу там по моему женщина писала даже бронхиальная астма ребенка там кашель непрекращающийся вот комментарии короче если захотите найдете вот здесь пример смотрите здесь ребенок сам подцепил испуг сам испугался побежал за поддержкой а грубо говоря терит на территории поддержки защиты не оказалось она вынужденным осталось проживать эту ситуацию одна вот и там мама спрашивает что как-то остановить как это все за это но эту ситуацию надо конечно перепрожить с ребенком вместе вот дать выговориться дать там рассказать какие было там тяжело там как-то поддержать но вот перепрожить эту ситуацию чтобы вот эти эмоции у ребенка точно никак не остались чтобы ее ребенка внутренний страх который она в тот момент сформировала его нужно обработать надо разобраться чего она там конкретно испугалась скорее всего подумала какую-нибудь мысль чем представила себя несчастный брошенный и бабах так как острая ситуация мозг моментально это все драматично прожил так вот нужно снимать драму нужно снимать изолированность то есть проговорить про обсуждать прорисовать там там предложить как бы она посоветовала другой девочки поступить в такой ситуации все что можно обыграть для того чтобы ребенка там не осталось ни одного страшного места этого